Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас два интересных гостя. Это депутат Сейма, я думаю, хорошо вам известный, Ральф Немира, бывший министр экономики. Добрый день! Добрый день! И вот наш гость из Далгопилса, редкий гость, скажем так. Будем надеяться, что он будет бываться в столице чаще и будет к нам заглядывать. Это Петрис Залбе, депутат Далгопилской думы. Добрый день! Добрый день! Много вопросов актуальных, которые хотелось бы обсудить. Но начнем, наверное, с ключевого. Этот печально известный уже законопроект, который многие назвали законопроектом обязательно вакцинации, он намного сложнее, не все так просто, но, тем не менее, многие так его воспринимают. И сегодня президент неожиданно вечером собирает лидеров фракции и председателя Сейма, чтобы высказать свои соображения на сей счет. Ральф, что вы по этому поводу думаете? Есть такое ощущение, что правящая коллекция все-таки в итоге испугалась, что они явно перегнули палку и сейчас пытаются как-то выйти, сохранив лицо из этой всей истории. Может быть, я не прав? Вы знаете, я наоборот думаю, что вы очень точно отметили, потому что те акции, протесты, которые произошли как раз у дворца президента, наверняка президенту показали, что народ хочет этот вопрос все-таки, чтобы Сейм решал, чтобы вакцинация была бы не обязательно в этом случае. Конечно, никого как бы, если с точки зрения законопроекта колоть обязательно не будут, но те ограничения, которые правительство сейчас пытается в законе прописать, это очень жесткие и потому и акции проходили, они будут проходить наверняка и президент, я думаю, что на данный момент немножко побоялся, побоялся наших граждан и граждан на этот вопрос уже выскосали свое мнение, вакцинация должна быть только не обязательно. Я поддерживаю такую точку зрения, потому что мы должны отличить, отлучить заболевших от тех, которые, то есть, работают и могли бы быть инфицированы. Это возможно произвести с тестами, на данный момент это тоже возможно, а также, конечно, производя вакцинацию. Но тот человек, который хочет вакцинироваться, пожалуйста, возможности есть те, которые не хотят или боятся на данный момент произвести вакцину из-за того, что есть, может быть, какие-то побочные эффекты, и мы о них слышим в прессе. Так что тест – это решение, пожалуйста. Петрис, какие настроения вообще в Даугавпилсе? Ну, если мы смотрим на Даугавпилсе, если мы смотрим на ту акцию, которая была, мирная акция протеста, когда была зарегистрирована 14 августа, где можно было участвовать 50 человек, которые были митингующие, то, конечно, на эту акцию пришло тысяча горожан. Это для Даугавпилса очень много, и это показало то, что Даугавпилс тоже против принудительной вакцинации, а особенно, что касается принудительной вакцинации детей. Да, то есть, и, конечно, если мы сегодня смотрим на мировые события, если мы смотрим на то, что происходит с Израилем, который, в принципе, у нас мировой лидер по вакцинированному количеству людей, то вакцинированные тоже болеют. И я считаю так, что с самого начала, самая грубая ошибка нашего правительства и нашего государства была о том, что риторика неправильной вакцинации. Риторика вакцинации была такая, что тот, кто вакцинируется, тот не заболеет. Но это неправда. То есть, надо было сразу начинать, что вакцинация необходима для определенных групп людей. Вакцинация не защитит этих людей от болезни, и вакцинация предотвратит, возможно, смерть человека. То есть, Даугавпилс потерял одного выдающегося человека, начальник муниципальной полиции, 50 лет. То есть, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Но есть и другие, и в каждой семье сейчас можно найти тех людей, которые болели коронавирусом, которые переболели одни более серьезно, вторые более слабо. Но я считаю, уже каждую семью это затронуло. Но меня пугает другой момент. Меня пугает момент, который будет завтра. То есть, завтра наши дети пойдут в школы. Завтра наши дети встретятся вакцинированные и невакцинированные. Невакцинированные дети, проверенные, и они придут с негативными тестами. Но так как мы все знаем, что вакцинированные тоже переносят эту болезнь, то может быть социальный взрыв. Может быть взрыв именно болезни, и он будет спровоцирован именно теми людьми, которые получили зеленый мандат, которые получили зеленый сертификат. Они сегодня все вернулись. Кто с Мальдив, кто с Канарских островов, кто еще откуда-то. То есть, и они завтра все придут в школу. У них нет ни карантина, у них нет ничего. Да, то есть, и вот этот будет, да, то есть, и почему, скажем, правительство сейчас уже смело говорит о следующей волне заболеваемости, о том, что это будет. Потому что, в принципе, на мой взгляд, то, что я вижу, да, то есть, то здесь больше выглядит на бизнес-проект. Бизнес-проект «Купи вакцину дорого и уколи человека», и точно так же сейчас бизнес-проект «Сделай тестирование детей». Да, то есть, самое печальное, мы на прошлой неделе смотрели в «Долгу» в Пилсе готовность к школу, к учебному процессу, к учебному году. Все хорошо. Председатель управления образования, да, то есть, отрапортовала о том, что школы готовы, в школах термокамеры стоят, в школах все хорошо. Но у своего коллеги, депутата, который одновременно является директором школы, я задал маленький вопрос. Как отрегулированы данные камеры? Как вы думаете, на какую температуру? Ну и на какую же? 37,5. Замечательно. Да, а мои дети, когда я болел зимой, и дети болели, они болели с температурой 37,1. То есть, теплокамеры, которые мы купили и сегодня установили в школах, отрегулированы так, чтобы они не законтролировали тех детей, которые пришли симптомные в школу. То есть, смысл. Хотя, в принципе, мы считаем, что уже 37 считается не очень нормальной температурой, говорит о том, что у человека что-то есть. Да, установите теплокамеры на температуру 36,9 и спокойно берите тех детей, работайте, у которых 37, 37, 2, 38. И вот тогда я понимаю, что государство заботится по-настоящему о школьниках, о родителях, о остальных. И, конечно, то есть, то, что говорится о том, что президент сегодня собирает внеочередное, то есть, экстренное собрание, это как раз и говорит, что будут дальше акции протеста, если будут заставлять людей вакцинироваться. Сам? Да, вот интересно, извиняюсь, что прививаю, Ральфа тоже хотел подключить. Все-таки такой больше вопрос действительно политический. Вот, с одной стороны, мы понимаем, что в правящей коалиции есть очень опытные политики, да, которые уже не один созыв находится в парламенте, и они должны понимать вот то, что сейчас сказал Петерис, что они делают. Во-первых, они выгоняют людей на улице, во-вторых, они фактически, ну, как сказать, помогают, в том числе и не парламентской оппозиции. Мы видим, что сейчас происходит. Партии создаются новые, рождаются как грибы после дождя. Уже многие вообще жители Латвии не очень понимают, а кто кого вообще куда призывает, потому что на одну акцию сразу подсоединяются еще другие партии, и уже нельзя понять, вообще людей приглашают на митинги партии или на митинги против вот этих действий правительства. Вот как вы себе это объясняете? Что, власть как-то растерялась, или они не могут найти какое-то оптимальное решение? Ну, вы знаете, вы очень правильно отметили в плане того, что там очень опытные политики. Если мы смотрим на те действия, которые председательство сейчас производит, мы видим, что, в принципе, это немножко уже переходит в планку выкачивания денег. И как мы это видим, это пиар-акции, такие пиар-акции, которые люди даже не понимают, зачем они нужны, что в этих акциях, то есть высказывается, на что агитируется. Петрис Адзалбе, вот очень хороший хозяйственник в этом плане, в Даугапис, он уже отметил, где камеры какие нужны, мы сейчас говорим о первом сентябре, и мы должны критиковать правительство, потому что если правительство не вслушивается в народ, и в этом случае я думаю, что эти акции, которые сейчас производятся, они все-таки связаны с мнением общественности. И если какие-то партии присоединяются, да, это, конечно, немножко политический уже тон появляется, но сама акция по себе приглашает людей не на митинги партий, а на протест. И протест в этом случае абсолютно обоснованный, поскольку вопросов больше, чем ответов. И если мы смотрим на действия правительства на данный момент, я не думаю, что они совершенно правильны. Во-вторых, если мы смотрим в службу госдоходов, кто получает больше всего денег, тогда здесь мы видим на первых строчках предприятие, которое занимается азартными играми, да. То есть мы поддерживаем экономику или пару бизнесменов, да. Мы думаем о детях или мы о них особенно, оказывается, неправильно думаем, да. Но министр здравоохранения и министр зенатность, образовывания, я думаю, сотрудничает. Но министр образования, она молодая, может быть, ну, я думаю, не в плане возраста, но в плане опыта политического. И, возможно, она в этом плане не особенно, ну, видит эту всю полную картину. Так что вопросов очень много. Общественность на данный момент смотрит на эти вопросы очень так раздраженно, поскольку очень много разных неправильных действий мы видим. Да, вот еще одна тема, так вот все совпало, это ситуация на границе, ну, может быть, последние дни как-то успокоилась, но, в принципе, я так понимаю, что еще до нормализации далеко, я имею в виду, естественно, латвийско-белорусскую границу, и только вот когда появились, ну, беженцы, иммигранты, называйте как хотите, тогда, наконец, выяснилось, что все вот эти миллионы, которые бы выделялось на обустройство восточной границы, там, строительство заборов, нет ни заборов, ни миллионов, да, зато появились вот эти вот иммигранты, откуда ни возьмись, я так понимаю, не знаю, до долги просто тоже некоторые уже добрались, да, понимаете? Ну, скажем, если смотреть именно долговпилскую ситуацию, да, то есть, то у меня по соседству от того места, где я проживаю, в 300 метрах находится центр, именно где всех беженцев содержат, и потом... То есть, вам особо повезло? Ну, мне особо везет, да, то есть, но это все нормально, это организованная структура, где за закрытыми дверьми, за закрытыми окнами ... Пограничники за это отвечают? Пограничники, за это отвечают. Пограничники, это организованная структура, которая для тех беженцев, которых отлавливают не на границе, а которые уже у нас пересекли, и потому на данный момент он заполнен, часть уже перевезли в Муциньяке, и там было заполнено, да, то есть, но проблема другая, проблема именно на самой границе, и то, что происходит, может быть, не совсем человечески. Это когда людей, с одной стороны, загоняют на границу, с другой стороны, их не пускают, и они на вот этих трех метрах, которые являются програничной зоной, и живут, проживают, и, конечно, правильно используют ситуацию в том, что там есть маленькие дети, давят на жалость на нас, именно как на политиков, чтобы мы принимали бы правильное решение, чтобы начали бы данных беженцев размещать в школы, в садики, и все остальное. Ну, то есть, фактически прийтили у себя. Да, но, скажем, это идет другая часть беженцев, это уже не сирийские беженцы, это иракские и афганистанские, то есть, это хорошо спланированная, организованная акция. Не просто случайность. Да, то есть, это не просто случайность. Афганция пока не граничит ни с Ираком, ни с Афганистаном. Абсолютно, да, то есть, и с учетом того, что Беларусь сегодня принимает у себя граждан 73 стран, где можно сделать вакцину спутником, прилететь туда 5 дней без виз, то, конечно, это специально используют для возможности перейти через границу, и мы видим, если следим за ситуацией, Польша, Литва, Латвия стараются найти коридоры, организаторы схем передвижения экономических беженцев от плохой жизни к лучшей жизни в Европе. Это бизнес? Это бизнес. Это бизнес организованных групп. Да, то есть, но точно так же я хочу сказать, что сегодня не работает наше Министерство внутренних дел, не работает та часть, в которой были выделены деньги, якобы, да, там, ИГО-то что-то где-то с кем-то договорилось, да, то есть, потом оказывается, что не договорилось, подозрения с пограничника снимаются, но забор не строится, да, то есть, забор лежит... Хотя конструкция забор лежит на складе, всё находится, все 30 километров закуплены, да, то есть, это идёт что? Это идёт разборка между политическими группировками, да, то есть, одни, которые представляют Вену, Тьюбат, есть и Байпар, и бывшая, скажем, Яунайс Лайкс, который сегодня руководит государством, и они воюют против тех, кто поддерживали зелёных и крестьян, да, то есть, то, что я вижу, потому что те ребята, которые именно с Елгавы, это поддерживающие господина Равенша, господин Равенш у нас земникс, да, то есть, и теперь получается, что Венут, ибо воюют с земниками, страдают кто? Страдают простые налогоплательщики Европы, простые жители приграничья, да, то есть, потому что самая большая проблема для догов-пилчан сегодня, мы не можем поехать в лес за грибами, потому что не выдаются временные разрешения на посещение приграничья, да, то есть, не выдаётся... Из-за этой ситуации. Да, из-за этой ситуации, да, а самое интересное, если вы обратите внимание, министерство Айсардибос-министрия обороны, да, обороны, на данный момент проводит рекламную кампанию, как действовать в ситуации непонятного нападения, в ситуации пандемии, то есть, и вроде как на данный момент защищаются от вторжения в страну, и я думаю, что неделя-две, и мы увидим заявление от министра обороны, что на границе уже стоят зелёные человечки, что зелёные человечки хотят вторгнуться в Европу, потому с Европы срочно нужны дополнительные деньги, мы опять будем придумывать себе наружного врага, с которым будем бороться. Но, как я недавно писал в своей издательской колонке в газете «Миллион», именно про ситуацию с Беларуси, да, не надо было трем мужчинам, или может они уже не мужчины, а в Риге снимать официальный флаг Беларуси и менять на непонятный оппозиционный флаг. То есть, всё имеет свои последствия. Всё имеет свои последствия. И на сегодняшний день, как вы думаете, если мы дерёмся с соседом, что будет делать сосед? К нам перейдёт с пирогами с хлебом с солью? Нет. Он будет эскалировать ситуацию таким образом, чтобы её могли бы поменять в другом русле. И, конечно, мы, как страна, на данный момент не идём дружественно к соседям, а мы с ними воюем. Да. Вот ещё такой вопрос, который не могу не задать, Ральф. А вообще, если мы говорим о парламенте, нет такого ощущения, что уже, наверное, долгое время парламент ну, как-то потерял всякую инициативу законодательную. Вот сидят депутаты, в том числе отправящие калиции или прежде всего отправящие калиции, и ждут, что Кабинет министров по этому поводу скажет, какие предложения внесёт и по беженцам, и по вакцинации, и по укреплению границы, по всему. Вот депутаты Сейма как бы сидят и ждут, что там принесёт Кабинет министров, по принципу чего изволите. Вы знаете, наверное, должен согласиться, потому что раньше, в принципе, в Сейме происходили дебаты. Вы очень просто можете посмотреть в домашней странице Сейма, и там видно, что в дебатах присутствуют и говорят только депутаты, которые независимы и которые представляют оппозицию. С точки зрения позиции, в принципе, там никого нет. Если мы говорим о рубеже, тогда господин Каринч ехал осматривать границу, и что же он там увидел нового? Разве он эту ситуацию там уже давно не знал? Конечно, знал. И во-вторых, с Яуна Вену от Иба, то есть старый Вену от Иба, министр иностранных дел здесь в Риге в спортивном мероприятии срывает флаг. Государственный флаг. Государственный флаг. Вы представляете этот флаг с 1995 года? Там играли игроки, которые родились даже после этого. Значит, они знают только один флаг. Их символ оскорбляют, срывают, вставят другой флаг, не согласованно с Федерацией Хоккея. Это что за жест? Мы что хотим показать Белоруссии? То есть здесь у нас посольство, играет Белоруссия. Там же все информированы о том, что такое действие произвел. Хорошо там мэр Риги, это какой-то город, мэр, который может произвести, что он придумает. Но здесь официальное лицо, это лицо самое высокое, если мы говорим о международных вопросах. И здесь как раз, я думаю, это ошибка роковая, поскольку Беларусь может с нами сотрудничать, а знаете, может и не сотрудничать. И в том плане, когда приходят беженцы из Ирака, это не белорусские беженцы, это и беженцы из Ирака. Они могут их или задержать, или проводить дальше от своего государства куда-то-нибудь, то есть в Литву, Латвию и так далее. Их это политический вопрос, и если мы с ними не сотрудничаем, не способствуем разрешению этого конфликта, мы получаем на данный момент то, что мы получаем. И здесь ответственность надо обязательно брать на себя, потому что этот конфликт, в принципе, эскалировал министр внутренних дел. Это мы все видели с жестом сорвания их символа, главного символа. То есть еще надо было оскорбить гимн и еще что-то оскорбить. Но так же мы не можем здесь делать. Здесь тоже в Латвии живут и русскоязычные, и латышскоязычные, и белорусы, и поляки, и евреи, и другие разные национальности. Мы не можем так производить какую-то сегрегацию. Я здесь хочу высказать жесткую критику по поводу такого момента. И мы видим все остальные сегодня на данный момент последствия. Ну, а и Министерство обороны, конечно, здесь занимается опять же пиаром. То есть и средства уже уходят на другое совершенно русло. Здесь, наоборот, надо было, скрипя зубами или любыми другими действиями, ставить забор, который закуплен, который стоит, который заплатили миллионы, как вы уже сказали очень правильно, и просто произвести действие до конца, чтобы эту ситуацию разрешить. Да, я вот по поводу парламента. То есть заметно, что на данный момент парламента больше нету законодательной функции. То есть кабинет министров в лице господина Каринча полностью перенял руководство государством. То есть, скажем, остались только некоторые депутаты. Вот среди этих депутатов я реально вижу Ральфа, который шёл к избирателю с Оиком, то есть он стоял за Оиком, он потерял пост министра экономики из-за Оика, и он дальше и стоит на страже тех вещей, которые касаются его избирателя. Но другие депутаты, которые даже шли вместе и с Ральфом, и с другими, они делают очень просто. И, скажем, сегодня те депутаты, которые должны были бы защищать русскоговорящих населения, те депутаты, которые сегодня, от которых реально зависит судьба, вот завтрашняя в школу или там через 1 октября обязательной вакцинации, вместо того, чтобы выбрать карточку и не участвовать в голосовании, надо прийти и принципиально показать свою позицию. То есть надо наконец-то, наверное, делать изменения в том же законодательстве, что не может быть принят ни один закон, если за него не проголосовал 51 депутат. То есть неважно, пришли на заседание 40, 30, то есть мы скоро дойдем до того, что будут такие вопросы, где придет 8 депутатов отвенут и примут решение. Но это маразм. И второй момент, второй момент, который еще может быть более важный, это когда мы сегодня видим старания некоторых политиков, а вы посмотрите, я там как министр говорил это, я пукнул в кабинете. Это так называется. Потому что то, что он сказал во время частного разговора с одним из министров или с премьер-министром, то есть он показал свое принципиальное голосование, нет, он точно так же высказал мнение, но поднял руку за. То есть, ребят, давайте определимся, или мы голосуем за, или мы голосуем против, или по этому вопросу мы воздерживаемся, потому что у нас есть своя точка зрения, но ее не поддерживает большинство, но мы участвуем в этом голосовании и не даем возможность меньшинствам принять решение. Вот это очень хорошо, что вы заметили, интересно, что сейчас в соседней Эстонии проходят выборы президента, мы видим, что там для избрания президента, но тех, кто может быть не знал, что в соседней стране нужно 68 голосов. То есть, как ни крути, без вовлечения хотя бы части оппозиции не обойтись. Конечно, мы можем говорить о том, что может быть и во всех странах надо переходить на всенародно избранного президента, это другая история, но в принципе вот это 68, а не просто вот даже 51, это говорит о том, что хоть какое-то взаимодействие, учет мнения оппозиции происходит. И именно численный, но не две третьих, да, то есть не две третьих, а именно число. Число от всего количества депутатов, а не от присутствующих, это важно. Я думаю, что вы правильно отметили, в принципе, здесь, ну как мы видим этот вопрос, депутаты представляют своего избирателя. Многие голосовали за позицию, за оппозицию, а возможно в дальнейшем это будет опять карты смешиваться. Конечно, да. Те, кто сегодня будут, допустим, в Каминце и могли идти в оппозицию, за ситуацию это меняется. Мы ведь всегда должны понять, что избирать таких лиц, как президента, ну в принципе надо было бы конечно гражданам. Ну на этот процесс мы должны идти постепенно, я очень поддерживаю такую позицию. Но если здесь 51 голос и президент у нас уже есть, тогда в Эстонии все-таки здесь мы видим больше вовлечения разных избирателей. Так что, конечно, в этом плане общаться тогда надо было бы самому кандидату уже и с позиции, и с оппозицией, и с независимыми депутатами и так далее. Так что в Эстонии эта система, конечно, лучше. Но мы видим у президента нашей страны рейтинг очень низкий, так же само, как и рейтинг премьер-министра, и потому народ вот собирается у дворца президента и создаёт митинги. Это о чём говорит? О том, что народ такого президента особенно не поддерживает. И это же происходит в Риге. Если дворец был бы в Даугапесе, там происходило бы то же самое, если это был бы в Липае, то же самое. Так что, в принципе, надо уже двигаться к всенародно избранному президенту. Это был бы человек, который всё государство, все наши избиратели поддерживало бы. И тогда такой президент, возможно, не принимал бы законы, которые просто приходят через кабинеты министров в Сэйм, там быстренько все поднимают ручки, как уже Петр издал бы отметил. И в этом плане у президента есть право такой закон не подписывать. И мы бы о такой, как бы, вакцинации обязательной не говорили бы на данный момент, особенно в связи с первым сентябрем, не говорили бы о таких ситуациях, которые происходят с беженцами. Там бы она тоже была бы указана довольно быстро решена. Так что, вот, пожалуйста, здесь есть возможность. Я думаю, что многие партии такое поддерживать будут. Многие избиратели, я думаю, тоже будут голосовать за те партии, которые такое провозглашают. Так что здесь есть момент. Да. Вот такой ещё вопрос, как раз вот о чём говорил господин Залба, это ОИК. Да, вот это злопоучное ОИК. Может быть, в связи с пандемией, вакцинацией, всей ситуацией, о которой мы сейчас обсуждали, многие уже подзабыли. На самом деле, вот, Ральф, вы выступали за ликвидацию вот этой паровшей системы, фактически, покупки услуг частного бизнеса за счёт всех налогоплательщиков. На каком этапе это всё происходит? Потому что мы знаем, что и правительство грозило всё-таки покончить ликвидировать ОИК. Что сейчас происходит вообще? Да, ну, значит, в правительстве мы боролись за прекращение этой системы. Конечно, если система прекращается, надо придумать, как заместить тот недостаток зелёной энергии. И сегодня, на данный момент, солнце и ветер может работать без сверхсубсидий. Я об этом говорил всегда, и в вашей передаче, и вообще всегда буду говорить, законопроект я создал, я подал в Сэйм, будучи министром экономики. На данный момент он в комиссии первое чтение, когда я был председателем, прошёл, но политическая ситуация поменялась, и, конечно, сейчас на данный момент он, опять же, этот законопроект сидит, ну, положен в полочку. Пандемия в этом плане, наоборот, было бы во благо, поскольку на данный момент предприятие, которое занимается производством, это вопрос очень важный, а также важный нашим гражданам, которые, например, потеряли тоже какие-то, ну, возможности заработать. И я не знаю, почему правительство на данный момент этот вопрос уже не рассматривает. То есть, господин Каринч в 2019 году уже сразу сказал, ой, отменено, не будет. Ну, значит, человек, который создал систему, на данный момент руководить правительством, о каком, то есть, изменении возможно быть речь. На тот момент, когда мы смотрели вообще правоправность этой системы, был аспект такой, можно было распределить все платежи по всем одновременно, потребителям электричества. А есть правильный принцип, то есть, кто загрязняет, мы ведь говорим о зеленой энергии, тот и платит больше. И здесь совершенно справедливо, и вот такую систему я тогда предлагал, она, к сожалению, не прошла через кабинет министров, но на данный момент, конечно, все занимаются другими делами. Возможно, такие конфликты, как сегодня с Белоруссией, играет правительство на руки, если мы говорим о системе ОИК. Вот не могу не спросить, может быть, в завершении, так вот время эфира бежит очень быстро, все-таки о вашей политическом видении ситуации и вашем политическом будущем. А почему спрашиваю? Ну, вот Петри Залба, я, может быть, в самом начале не сказал, представляет вот Далгопилснову до партии, да, вот это, ну, фактически считается локальная местная партия. Ральф Немира, я так понимаю, был одним из инициаторов создания партии «Парцелы Цигу Латвию». Да, что сейчас вообще происходит? Вы собираетесь как-то кооперироваться с локальной партией, объединяться, еще как-то создавать более широкое объединение? Ну, я с точки зрения себя вижу, то есть обязательно, обязательно надо объединяться. Всякие расколы, они происходили, и, к сожалению, партии… Да, 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 ни к чему хорошему не приводит. Да, да, ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, что самое главное объединиться людям с разных регионов, вот Петри Залба, например, очень хороший хозяйственник в Далгопилсе, таких людей надо было бы больше в разных местах, и с такими людьми, конечно, надо объединяться. Я не говорю, что обязательно надо создавать, опять же, новую партию, но надо влиться в те идеи, которые партия, может быть, пропагандирует, и в этом плане объединяться с людьми, которые себя уже доказали. Вообще-то партийная система, конечно, здесь в Латвии уже себя исчерпала, потому что один лидер за собой затягивает непонятных людей, и в конце концов ничего хорошего не получается. Но те люди, которые себя доказали, должны объединяться, и я думаю, что это правильный ход. То, что я вижу, на данный момент надо было бы четко определиться. То есть, в латвийской политике кто есть либералы, кто есть центристы, кто есть левые. В Латвии левых нет. Каша. То есть, самое интересное, что в Латвии левых нет. То есть, казалось бы, что Центр Согласия или Союз Русских защищают интересы именно русскоязычных, но они, по сути, являются либеральными партиями, потому что они защищают либеральные ценности вместе, иногда с той же Венотибой, иногда с теми же националами. Тогда мы четко понимаем, что эта ниша свободная, и она в Латвии на данный момент не востребована в большей мере. То есть, тогда мы видим, что сегодня, в принципе, уже на протяжении частыми переменами, но 15-20 лет, идет либеральная политика, либерализация ценностей. То есть, и тот же ОИК, это составляющий именно либерализации. Почему? Потому что, если бы это было бы путем, что да, есть предприятие Латвэнерго. Предприятию Латвэнерго необходимы производители электричества, чтобы заменить их на импортную энергетику. То есть, вместо импортной энергетики мы берем, поддерживаем местных производителей, первых 5-7-10 лет их поддерживаем как концерн Латвэнерго, и свою прибыль вкладываем именно в поддержку. То, что мы видим, создана либеральная система, отбирается весь народ, и правительство получает дивиденды от Латвэнерго. Да, может быть, после того, как Ральф Немиров вмешался, началась ситуация, что часть прибыли начали передавать поддержку ОИК, то есть, какую-то часть, но все равно вещь ОИК не ликвидировали. То есть, в Патерской, это еще скрытый налог, который всему платим. Да, и мне вот теперь, когда-то, будучи еще молодым парнем, один из политиков, это Айнер Шлессерс, сказал, что через пару лет, люди, вы будете платить за воздух. Так вот, мы уже реально 12 лет платим за воздух. Мы видим, что такое ОИК? Нет, но мы за него платим. И есть другие придуманные платежи именно вот этим либеральным правительством, которые приводят к обнищанию народа, но обогащению определенных бизнесменов. И потому на данный момент, я вижу, есть ниша центристов, есть ниша центристско-думающих людей, которые, невзирая на какие-то свои личные амбиции, должны объединяться в одно целое для того, чтобы спасать это государство от влияния извне. То есть, то, что, да, у нас, мы четко понимаем, без согласования в американском посольстве не назначается премьер-министр страны, это абсурд. То есть, Латвия для латвийцев. Да, то есть, а латвийцы – это те люди, которые русскоязычные, поляки, латыши, евреи, украинцы и другие национальности, которые выбрали Латвию для своего местопроживания основного. Здесь каждый работающий платит налоги, и он хочет получить за эти налоги себе реальное благо. Да, то есть, не стоять в очереди к медицине и ждать, что там через три месяца тебя, может быть, возьмут, а за заплаченные налоги, чтобы министр здравоохранения наконец-то занялся медициной, а не рассказывал бы про то, что сколько вот у нас вакцинированных, невакцинированных. У нас от рака умирает намного больше, чем от ковида. То есть, мы с этим ничего не делаем, мы не бежим в Международный валютный фонд, не берем 200 миллионов займа для того, чтобы решить, наконец-то, покупку новейших технологий, приведение швейцарских технологий и лекарств, которые сегодня помогают, а которые передовые. Да, то есть, не надо далеко ходить. В Польше есть уже институт, который разработал и полякам помогает, а мы что-то смотрим очень далеко, за океан и ждем, как нам укажут жить. То есть, надо, наверное, все же тем людям, которые на данный момент здравомыслящие, которые реально хотят видеть свое процветающее государство не в течение одного года тысяча евро, а минимальная зарплата, потому что это убийственно для малого и среднего бизнеса. Да, то есть, по-моему, чиновникам пора опуститься на землю хотя бы на месяц, съездить, пожить в Рдаугавпилсврезэкне, в Краславу, в Цессис, Валмеру, да, то есть, и сравнить, вот в каждом городе пожить по два месяца и посмотреть реальную ситуацию, что происходит. Потому что то, что я наблюдаю сегодня, в принципе, вот этот вот круговорот одного вещества в природе, да, то есть, который происходит, я сегодня был в Вену тебе, завтра я в Саскане, а послезавтра я в Републике. Да, то есть, ну, может быть, это и нормально, но не можно так вот поменять сразу человек, то есть, человек идет зачем? Человек идет за каким-то определенным влиянием и за своими деньгами, но ему Вену тебе не дали, он пошел в Саскане, в Саскане не дали, он пошел в Републику, но в Републике ему тоже не дадут, да, то есть, и это не будущее завтра, это не будущее государство. И сегодня вы правильно очень заметили, что в парламенте руководят номенклатура, в парламенте работает номенклатура, которая была создана с 91-го года и которая очень умело руководит неопытными политиками и данных политиков направляют в сторону своих решений. То есть, пришло время номенклатуру поменять, номенклатуру отправить на пенсию и чтобы новые молодые активные люди не боясь шли в политику, потому что гонения со стороны полиции, САБа, остальных вещей будут каждому политику и сегодня не народ решает, кто будет министром, а просто САБ. Забрал Ральфа Немира, пел, одевал с нос лапумом, он больше не министр. Да, Ральф Немира, Патрицзал, вы у нас были в прямом эфире, большое спасибо. Спасибо. Радио Болтко.